Марина Викторовна Умникова Верочка избавится от головной боли и от всего на свете. Ну вот, Марина Викторовна вышла к нам тоже не с пустыми руками, а вот с таким вот приборчиком. Прибор называется Дэна. Как работает этот прибор? Что он делает? Вся суть его основана в том, что он выделяет, вырабатывает, генерирует нейроподобный нормальный физиологический нервный пульс. Итак, эти же точки можно найти с помощью прибора. Вот давайте посмотрим, как. Вот эта точка как называется? Хагу. Хагу. За что она отвечает? Она универсальная точка в организме человека. Она обладает очень сильным обезболивающим, очень сильным противовоспалительным даже действием. Улучшает общий тонус. Марина Викторовна, вот этот прибор найдет нам точку Хагу? Ну, чувствительность здесь изменится под воздействием вот нервоподобного импульса. Итак, вот сейчас этот прибор, это не одна иголочка, это электрический импульс, который тоже найдет эту точку и будет на нее воздействовать. Сколько секунд нужно водить по области этой точки, чтобы состоялось воздействие? Если мы хотим обезболить, то мы пользуемся значительно более длительным временем. Ну, сколько это, например? Пять, десять минут? Пять, семь минут можно воздействовать. Например, валит голова у девочки, да? Я услышала, что головная боль проблема, да? То есть мы попросту поработаем над, вот в постоянном режиме, да, в одном из этих, действуя на эту точку, но только нейроподобным импульсом. Вот в связи с этим, что я получу? То есть не иглой, а специальным электрическим импульсом, напоминающим импульс, который продуцирует, вырабатывает нервная клетка. И вот пока Марина Викторовна показывает, как эта процедура происходит, еще раз подчеркну, что прибор сейчас находит активную точку и через нее воздействует на больной орган. Итак, прибор ДНС находит нервное окончание, и по нерву электрический импульс устремляется в мозг. Мозг полученную информацию анализирует. И посылает новый лечебный сигнал к больному органу. И боль отступает. Какие болезни можно в домашних условиях лечить или просто облегчить состояние, в каких случаях можно? Разработанные методики работы этим прибором позволяют уменьшить обострение хронических заболеваний. Очень хорошо выражен обезболивающий эффект, используя вот эти вот зоны, которые здесь уже называли. Великолепно идет тонус, выравнивается сосудистого русла. Значит, это улучшение травообращения, значит, это периферическое и центральное. То есть очень великолепно работает жаропонижающий эффект. То есть нормализация работы через агитативную нервную систему и центральную нервную систему. В вашем распоряжении появился прибор для домашней физиотерапии, который в чем-то может заменить руки замечательного врача-иглотерапевта. Потому что врача найти непросто. А вот прибор своим электрическим импульсом, маленьким, миниатюрным, безболезненным, находит активные точки и помогает лечить разные болезни. Здравствуйте. В эфире программа «Без рецепта» и я ее ведущий, доктор Бранд. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры семейной медицины Уральской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Андрей Александрович Власов. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте, Яков Бениаминович. Я знаю, вы применяете такую историю, которая называется, я должен прочитать, динамическая электро-нейростимуляция. Что это такое вообще? Динамическая электро-нейростимуляция – это способ электрического воздействия на организм человека, который позволяет повысить защитные, иммунные, приспособительные силы организма. Чтобы понять, как нейроэлектростимуляция борется с вирусной инфекцией, совершим небольшое путешествие по телу человека. Если представить наш организм в виде огромного предприятия, например, атомной электростанции, то роль главного диспетчерского пульта будет выполнять наша центральная нервная система, которая управляет работой всех органов. Связь со всеми органами она осуществляет посредством нервных путей, по которым проходят электрические импульсы. Получив информацию извне, центральная нервная система дает сигналы нужным органам или системам изменить свою работу. Предположим, в организм человека попал вирус. Тут же запускается механизм, который активизирует иммунную систему, в результате чего вырабатываются специальные клетки, уничтожающие вирусы. Если иммунная система по каким-либо причинам не справляется со своими функциями, то человек заболевает. В этом случае помочь может динамическая электроэлектростимуляция, то есть воздействие естественными электрическими импульсами. Электрические импульсы приказывают поднять на защиту иммунные клетки и уничтожить чужеродного врага. Таким образом, иммунная система стимулируется на борьбу с вирусной инфекцией и защитные силы организма восстанавливаются. Кто-то придумывает аппарат, который основан на воздействии радиоизлучения. Кто-то придумывает аппарат, воздействие которого основан на магнитном излучении. Лазерное излучение, тепловое воздействие. Теперь электрическое излучение. Они как-то отличаются друг от друга. Принципиально отличается этот метод тем, что вот ни одно то физическое явление, которое вы перечислили до электрического, только в норме, его в живой биологической системе нет. Мощных магнитных полей в нашем организме нет. У нас есть только слабые магнитные поля. У нас нет лазерного, у нас нет тепла в организме. 36,6 это все. А все, что выше 37, это уже патология. А воздействие физиотерапевтическими приборами, которые дают более высокую температуру греи, то есть они уже действуют не физиологично, они уже действуют на человека экстремально. Эти приборы, чем они хороши, их можно применять не только в клинической практике под контролем врача, медицинской сестры, но эти приборы очень эффективно работают и в быту, при использовании людьми, вообще не имеющими никакой медицинской профессии. Вот это меня и допрягает. Скажите, Александр Михайлович, как это возможно вообще? Все приборы работают по одному принципу. Это рефлексотерапия, то есть воздействие на определенные биологические зоны и активные точки различными факторами. Ну, например, это может быть иглоукалывание, механическое раздражение, или это может быть лазерным пучком раздражения этой точки, или инфракрасным и так далее. Вот последнее слово вы сказали, информационное. И вот это новое, что мы имеем сейчас, это информационный энергетический метод воздействия. То есть это воздействие динамической электронейростимуляции. То есть импульсом нейроподобным, такой, как идет у нас в наших нервах. И поэтому рецепторы кожного покрова в биологически активных зонах, они очень хорошо воспринимают этот импульс и очень быстро его усваивают, а уже дальше наступает в организме процесс саморегуляции. Посредством динамической электронейростимуляции осуществляется воздействие на внутренние органы через кожные рецепторы. При этом сам организм включается в процесс выздоровления. Суть метода динамической электронейростимуляции заключается в том, что вырабатываются лечебные импульсы слабого, непроникающего электрического тока, сходные с нервными импульсами человека. Эти импульсы способны меняться в зависимости от потребности каждого человека. Благодаря этому нет привыкания к процедурам и отсутствуют абсолютные противопоказания к данному методу лечения. Динамическая электронейростимуляция успешно применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот метод дает хороший эффект при спазме скелетных мышц, нарушении осанки, сколиозе, остеохондрозе. Я бы понял, если бы пришел больной к врачу, врач ему показал бы, да, определил бы и показал, сказал, вот у вас радикулит, вам надо свой прибор поставить вот к этой точке, к этой точке, к этой точке и к этой точке. Он думает, что у него радикулит или остеохондроз, а у него там беда-беда в спинном мозге или еще где-то. Ну как же это может быть? Действительно, это может быть начало какого-то серьезного заболевания. В чем и суть этой терапии, что если симптомы не проходят в первые несколько дней, то всегда целесообразно обратиться за помощью или за диагнозом к врачу. Посоветуйте нашим зрителям, поскольку вы специалист по позвоночнику и нейрохирургии, как им прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно в спине и не сгибая эту спину. Вообще, основной совет для всех пациентов и для всех людей – это оптимистичное отношение к жизни, но соблюдать достаточный двигательный режим. Все-таки это поддержка не только позвоночнику, но и нашей сердечно-сосудистой системе, и в целом организму. Диагноз, который поставили Васе – детский церебральный паралич. Причиной этой тяжелой болезни чаще всего становятся серьезные родовые травмы. Случай с Васей – не исключение. Детский церебральный паралич – это тяжелое поражение центральной нервной системы. Более легкие нарушения не так внешне заметны у ребенка, но от этого не менее опасны. Ведь центральная нервная система руководит работой всех органов и систем. Поэтому любые нарушения в ее работе тут же сказываются на состоянии всего организма. Не зря ведь говорят, что все болезни от нервов. Метод динамической электронейростимуляции был создан как раз для того, чтобы нормализовать деятельность центральной нервной системы. Электрические импульсы, с помощью которых осуществляется лечение, полностью повторяют импульс организма. Под их воздействием у ребенка улучшается тонус мышц, настроение, память, логическое мышление, то есть нормализуется работа всего организма. Обычно мамам говорят, что ребенок ожил, он начинает лучше говорить, лучше ходить, изменяется его поведение, реактивная реакция, уходит агрессия, они становятся более контактны, улучшается речь. То есть, раздействуя аппаратом, мы улучшаем работу всего организма. Если ребенка что-то беспокоит, аппарат можно приложить к больному месту. А для профилактики болезни и общего оздоровления полезно воздействовать аппаратом ДЕНОС на область ладони. То есть, оказываете общее воздействие на весь организм в целом. Динамическая электронейростимуляция направлена не на лечение какого-либо заболевания, а на регуляцию работы всего организма. В нет тяжелых случаях этого бывает вполне достаточно, чтобы ушел недуг. При динамической электронейростимуляции на кожные рецепторы воздействуют лечебными импульсами слабого непроникающего тока, сходными с нервными импульсами человека. Эти импульсы несут головному мозгу информацию о том, как должен работать здоровый организм. Головной мозг, в свою очередь, регулирует работу всех органов и систем. Таким образом, организм сам включается в процесс выздоровления. Импульсы способны меняться в зависимости от потребностей каждого человека. Благодаря этому нет привыкания к процедурам и отсутствуют абсолютные противопоказания к данному методу лечения. Динамическая электронейростимуляция успешно применяется для лечения заболеваний суставов. Снимает боль, отек, улучшает микроциркуляцию. В отличие от лекарственных препаратов, которые принимают обычно при заболеваниях суставов, мы не получаем побочных эффектов, например, раздражение желудочно-кишечного тракта. Воздействие аппаратом ДЕНОС начинается со здорового сустава. Например, если болит левое колено, начинать процедуру надо с правого. Не аппарат лечит, а организм раскрывает свой внутренний резерв, и он сравнивает, почему справа болит, а слева не болит. Мы получаем выраженный противополевой, противовоспалительный эффект, противоотечный. И при длительной работе мы улучшаем микроциркуляцию, питание хрящевой ткани. У нас была пациентка, которая пришла и говорит, вы пишете, что побочных эффектов нет. Работала с дедушкой по жалобе боли в спине. Три дня работали, в спине стало получше, но появился один незапланированный эффект. Какой? В 77 лет вернулась половая активность. И что мне теперь с ней делать? Редактор субтитров А.Семкин